Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, мы поговорили о всех плюсах Google Аналитики. Поверхностной, конечно, но этого достаточно, чтобы понять, что она вам нужна. И перейдем к практической части. С чего начинается работа в Google Analytics, например, в НКО? С вопроса, а она у нас есть? За этим вопросом обычно следует ответ. Трудно сказать. У нас вроде был волонтер, который этим занимался, а может, и не было его. Поэтому начинать нужно с захода в Google Analytics с авторизацией в браузере в том аккаунте, к которому она может быть привязана. Я говорил, что лучше создать какой-то корпоративный аккаунт или аккаунты и привязать к ним все корпоративные сервисы, чтобы исключить проблему с уходом человека и потерей корпоративных аккаунтов, привязанных к его личному аккаунту Google. Если вам повезет, вы зайдете в Google Analytics, вот тут отображаются все счетчики, к которым у вас есть доступ. К одному аккаунту может быть привязано несколько счетчиков, но об этом позже. Если вы нашли здесь искомый сайт, считайте, что вам повезло. Если нет, следующим шагом будет выяснение вопроса, а подключено ли вообще к вашему сайту Google Analytics. Тут проще всего просто посмотреть исходный код страницы, то есть HTML. И если вы даже ничего не понимаете, в HTML ничего страшного. Тут вам нужно просто воспользоваться поиском и посмотреть, есть ли что-то касающееся Google Analytics в коде. Если есть, и это выглядит как большой кусок кода, и там есть ссылка на Google, и там есть, например, какой-то ID с вероятностью 99%, аналитика у вас на сайте есть. И надо дальше искать, к какому аккаунту она привязана. Если ничего не находится, как у меня, это еще не значит, что аналитики на сайте нет. Она может быть подключена через Google Tag Manager, как собственно происходит в моем случае, и вам нужно искать аккаунт, к которому привязан Google Tag Manager. К нему же будет привязана и аналитика. Вообще, у меня есть подробный скринкаст или два, или три о работе с Google Tag Manager. В двух словах, это контейнер для вставки любого стороннего кода в заголовок страницы. Раньше все нужно было вставлять руками и Google Analytics, и Яндекс Метрику, и какие-нибудь сторонние плагины, которые требовали добавления записи в хэд. Все это выглядело бессистемно и ужасно, и Google Tag Manager привел это к единой системе. Добавили Google Tag Manager, а потом добавляете или удаляете все, что угодно. Поэтому я не просто рекомендую, а прямо-таки настаиваю на работе со сторонним кодом именно через Google Tag Manager. У меня есть подробный скринкаст о том, как установить Google Tag Manager и подключить аналитику через него. Собственно, для тех, кто в результате всех вышеописанных действий выяснит, что аналитики на сайте нет, с помощью этого скринкаста эту аналитику смогут подключить. Единственное, чего там нет, это того, как создать аккаунт в Google Analytics и, собственно, добавить сюда сайт. Это очень просто. Заходите в Google Analytics. Вам предлагают создать аккаунт, если его у вас еще нет. Здесь название аккаунта. Аккаунт у вас может быть не один, это во-первых. И в одном аккаунте может быть несколько сайтов, это во-вторых. Можно сказать, что аккаунты это то, что в аналитике, а сама аналитика привязана к вашему Google аккаунту. Тут может быть небольшая путаница пока, но буквально в следующем видео вы с этим разберетесь. В любом случае, называть нужно так, чтобы было понятно, какой аккаунт про что. Приложений мы касаться не будем, это отдельная, весьма специфическая тема, так что только веб. И здесь название сайта. Тоже для вас. Но лучше, конечно, чтобы совпадало с доменным именем, чтобы не путаться, если сайтов много. И URL сайта. Обращайте внимание на HTTP и HTTPS. Можно сразу установить часовой пояс, ну и можете выбрать, какое количество полезной или бесполезной информации от Google вы будете получать. Все. И вот мы имеем идентификатор отслеживания, который нужно вставить в Google Tag Manager, чтобы все заработало. Если не знаете куда вставлять, смотрите скринкаст. Ну а для тех, кто по какой-то причине все-таки никак не хочет использовать Google Tag Manager, вот тут есть Global Site Tag, который нужно вставить между открывающим и закрывающим тегами head вашего сайта. Но еще раз, не рекомендую вам этого делать, пользуйтесь Google Tag Manager. Таким образом мы имеем полностью подключенную, готовую к работе Google Аналитику на сайте. Я начал в каком-то смысле с конца. Начинать нужно было бы с установки Google Analytics, но мне кажется, что НКО чаще сталкиваются с проблемой, что она вроде есть, а вроде ее нет. Это во-первых, и установить ее очень просто, это во-вторых. Опять же все основное есть в скринкасте. А те, кто выяснит, что аналитика есть, но так и не смогут найти, к какому же аккаунту она привязана, могут удалить из хидера код аналитики или Tag Manager, завести новый Tag Manager, добавить с его помощью новый счетчик нового аккаунта Google Analytics и начать все с чистого листа. Опять же, как это делается, смотрите в скринкасте, ссылку на который я оставлю в описании. Может показаться, что я все немного запутал, но просто я не знаю, на каком этапе вы подключаетесь к работе. Если бы все подключались на стадии чистого листа, я бы сказал просто – заведите аккаунт, посмотрите скринкаст, подключите аналитику. Переходим к следующей теме. Субтитры создавал DimaTorzok